Здравствуйте, меня зовут Наталья. Это мой канал «Моя американская история». Ребята, это видео болтологическое, никакой информационной ценности оно не несет, поэтому если вам не хочется слушать мое бла-бла-бла, можете подключать смело. Итак, о чем бы я хотела поговорить в этом видео? Вообще, на это видео меня натолкнул один эпизод, который произошел с моей русскоязычной соседкой. И ситуация, которая произошла с моей русскоязычной соседкой, напомнила мне эпизод, который произошел, когда я была еще опером в 2005 году опять с одной из русскоязычных девочек, которую я встретила в Ocean City. И я исходя из них порассуждать. Итак, что за история? Давайте, наверное, начну в хромологическом порядке с 2005 года. Итак, в 2005 году я еще была ау-пэр. И мы с моими двумя подружками поехали в Ocean City отдохнуть. И также в Ocean City мы познакомились с одной русскоязычной девочкой. Что она делала? Она, в принципе, сидела на пляже. И она сдавала в аренду доски для сервинг и так далее. Мы с ней разговаривались. Я даже не знаю, как мы начали весь этот разговор. Мы, в общем, выяснилось, что она русская. И первое, что она нас спросила, нравится ли нам Соединенные Штаты. Естественно, мы трое подружек сказали. Мы все трое пуперами были. Сказали, да, нам очень нравятся Соединенные Штаты. И тут она произносит такую фразу. Девчонки, вы чего? Не оставайтесь здесь, в Америке. Обязательно уезжайте в Россию. Не оставайтесь здесь. И тут она выдает вот такую вот гениальную фразу. То есть она мотивирует причину, почему мы должны уезжать. Здесь, в Америке, нужно очень много работать. Мы такие перегнулились. Кэтч в других странах. Не надо, что и много работать. И тут она нам поверила свою историю. Дело в том, что она приехала сюда по студенческой программе Walk on Travel. Думаю, вы все знакомы с этой программой. Я не знаю, как происходит это сейчас, но раньше работодатели, то есть агентство Walk on Travel, они сами искали работодателей для участников этой программы. И когда участники приезжали в Соединенные Штаты, у них, в принципе, был уже работодатель, у них было приглашение на работу, job offer. То есть они, в принципе, ехали, уже зная, где они будут работать, с кем они работать будут и так далее. У нее также на руках был job offer. Ну, как вы знаете. Потом развелось очень много маленьких агентств, которые были не очень, не очень надежные. Я так понимаю, им лишь бы денежку изгрести. Ну и, как всегда, русские, русские. Вот. В общем, дали это приглашение на работу. Это был какой-то ресторан. Она должна была работать официанткой, вот именно в Ocean City в Мэриленде. Она приехала, она приходит в этот ресторан, дает этот job offer. Я у вас должна работать. А на этот job offer, на приглашение о работе смотрит менеджер ресторана или владелица, не знаю, кто. Он говорит, ты прости, пожалуйста, но это фейковое job offer, это липовое приглашение о работе. Мы не нанимаем таким образом. Мы не нанимаем через вот интернет, через какие-то агентства. У нас абсолютно по-другому найм проходит. И прости, пожалуйста, но у нас уже люди здесь есть, мы наняли и все такое. Ну, естественно, девочка расстроилась, что у нее теперь негде работать, все такое. Ну, менеджер ее пожалел, говорит, ну, слушай, ну, окей, тебе жалко, я понимаю, что это не твоя вина. Ну, окей, давай, ты будешь работать у нас этим официанткой, все нормально, вот выходи. И тут девочка говорит, ребят, представляете, там нужно было так много работать, там надо было столы накрывать, тарелки клиентам, блин, таскать. В общем, я там проработала несколько дней и ушла оттуда. Слишком много работы. Ребят, мне так жалко стало женщину, которая сжалилась над этой девочкой. Я очень надеюсь, что это не было ей уроком, не сжаливаться над русскими. И это русское было исключение, что она потом нанимала других девчонок, которые с удовольствием бы работали. Наверное, эта девочка была белоручкой, не привыкла к работе вот такой вот физической, но, к сожалению, вот там. Она ушла и она очень сильно подвела вот эту вот женщину, я так понимаю, которая дала ей шанс. И, ну, когда я слушала, мне, ну, у меня первая мысль, ах ты неблагодарная, ленивая хрюшка, ну, что ж ты так подвела человека, который тебе дала шанс. И вот, ну, как она нашла работу, да, теперь она сидит на пляже, на попе целыми днями, при том, что в ресторане ты можешь очень хорошие денежки заработать. Правда, особенно на курортном ресторане такие busy, там много людей, действительно можно хорошо очень заработать. То есть она нашла другую работу, вот она сидела на попе на пляже целый день и обменивалась, давала, как бы, серфинг, эти досы для серфинга ей давали денежки. То есть для меня, наоборот, эта работа, наверное, ужасная, а работа в ресторане, она и, как бы, она и активная, и денег ты можешь заработать больше, и время быстрее бежит, потому что этого вот обслужишь, этого обслужишь, обслужишь, бац, все, время уже прошло, время идти домой на работу. Я не знаю, как в России это все работает, но в Америке работать официально довольно-таки просто. Я спросила вот эту девочку, которая со мной была, моя подружка, говорю, что она на тот момент подрабатывала в ресторане, говорю, что неужели действительно в ресторане так сложно работать? Она так мне спонтаживает, что, знаешь, работа нелегкая, но она и абсолютно нетрудная. Работа как работа, как все работы. Нормальная работа. Я, когда потом начала в ресторане работать, говорю, ребят, мне так нравилось работать в ресторане. Это абсолютно нетрудная работа, да, она не лёгкая, ты не сидишь на поле, ничего не делаешь, тебе нужно ходить, бегать от столика к столику, но при этом она нетрудная, ты зарабатываешь, в принципе, неплохие денежки. Ну и насчет вот тяжелости работы, не надо все сразу припирать клиенту. Сначала ты приносишь то, что они хотят попить, потом ты одну или максимум два блюда за вкусы, капитайзерс, если они заказывают, потом ты уже главное блюдо несешь, и тебе не надо все на себе перить. Хочешь, попроси другого официанта тебе помочь. В крайнем случае можно взять тележку, на которую ставишь блюдо и приносишь клиентам, и ставишь, то есть на себе ничего перить не надо. Это то, как официанты работают здесь, в Соединенных Штабах. Дальше, почему я вспомнила вот эту вот ситуацию? Вы знаете, что в Америке принято, если вы встретитесь с человеком взглядом, в худшем случае вы должны ему в ответ улыбнуться, потому что вам улыбнуться. Ну или, как это принято, сказать, hi, how are you? Я не говорю там про большие города, конечно, ну там про маленькие городочки или про комьюнити, в которых вы живете, в которых живут большинство людей. У нас в комьюнити есть женщина одна, вернее, она была, она уже ехала, такая, знаете, как вот раньше говорили, тетка с химией, блондинка, тетка с химией, лет 45-55, которая любила гулять. Я, в свою очередь, тоже очень люблю гулять и очень много гуляла. Здесь за все вот эти вот 10 лет, которые, 11 лет, которые я здесь прожила, у меня никогда не было никакого негативного опыта. Меня никогда не обругивали, меня ни разу не обхамили здесь, а мне ничего вслед такого неприятного, не сказать, то есть у меня никакого неприятного опыта не было. Я не говорю там, когда водишь, да, да, бывало, да, подрезали и все такое, или пикали, и такое редко случается, но случается. Но опять, когда я гуляла, вот все эти 11 лет, ни разу ничего неприятного у меня не случалось. И вот тут опять ситуация, я иду, я вижу вот эту тетеньку, она идет, ну, я смотрю, она на меня смотрит, ну, я, естественно, глупаюсь, мы сравниваемся и говорят, и тут эта тетка от меня отворачивается, я такая, вау, ничего себе, вот это невоспитанность, ну, окей, ладно. Было очень неприятно, может быть, сейчас меня, кажется, не поймете в России, потому что это не принято в России, но это представьте, вот здесь, в США, это вот представьте, если вы сейчас зайдете в, ну, куда-то это, вы видите человека, вы с ним здороваетесь, протягиваете руку этому человеку, а человек убирает руку, отворачивается и уходит. Вот такое вот чувство, очень неприятно. Ну, первый раз думаю, ну, ладно, может, она меня не увидела, ну, мало ли, окей. Так случалось еще несколько раз, когда я иду, я ее вижу, ну, вот сейчас она меня точно видит, и, hi, how are you? Она опять отворачивается. Очень-очень неприятно, думаю, господи, какая невоспитанная тетка, что с ней не так, неужели так трудно улыбнуться в ответ, неужели так трудно сказать hi? Что в этом трудного-то, не пойму. Потом ко мне приехали маму с папой погостить, и как-то они тоже очень не будут гулять, и вот как-то один из дней неприятно, говорит, Наташа, знаешь, что у тебя русская соседка? Я говорю, в смысле, какая русская? Ну, у нас много сыновей, но я не думала, что кто-то из них русский. Я говорю, да, вот такая, беленькая такая тетя, с химией, лет 45-50. Я говорю, а, так она русская? А, ну, теперь понятно, почему она не здоровается, отворачивается. Теперь понятно, почему. Ну, вот, ну, у меня мама такая, она, я не знаю, как она видит лицо, и она сразу определяет, русский это или не русский. Ну, еще она сказала, что там православный крестик. И тоже говорит, Наташа, и она не здоровается. Она видит, что мы идем, что мы говорим по-русски, то есть она слышит, что мы улыбаемся ей. Ну, они сначала не поняли, что она русская, улыбаемся ей, ей она идет и отворачивается. Как только они, ай, он сразу отворачивается. Очень неприятно. И вот, когда они у нас гостили, выпал снег. Я не помню, я папу попросила, не мужа, а папу. Вижу, эта человекка машину свою разгребает. И говорю, папа, тебе помоги ей. Не хочу я ей помогать, потому что она очень невоспитная, она всегда отворачивается от нас и не здоровается, хотя знает, что мы русский. И видит, что мы с ней здороваемся по-английски, мало ли. Может, она не хочет, показывает, что она русская. Ну, окей, иди, помоги-то ей. В общем, пошел он ей помогать, ну и потом приходит, и говорит, да, выяснилось, что эта женщина русская, действительно. Вот, и она говорит, Наташа, слушай, она уж уезжает в скорую. Я говорю, да, куда она уезжает? Почему, что случилось, что она уезжает? Она сказала, в Америке так много надо работать. Мне это не нравится, поэтому я уезжаю в Черногорию. Мне такая, думаю, да, в Черногорию работать не надо. Она приедет, сядет на стул, и ей деньги будут вот так вот. Сами падают, сами по себе. То есть, к чему это я? Меня вот эти вот две ситуации, первая, которую произошла, когда я была в паре в 2005 году, я практически не забыла вот это вот, эти две ситуации мне очень сильно поразились. То есть, то, что люди уезжают из США по причине, в принципе, наверное, своей пленности. Им просто не хочется здесь работать. Потому что в США нужно много работать. Хотя можно подумать, туда-куда они едут, работать не надо. Хотя, я не знаю, может быть, если у этой девочки богатые родители будут ее обеспечивать, а у этой женщины, там, я не знаю, на квартиру сдают, тоже в Черногорию у нее есть, или в России денежки тут, то, наверное, работать сильно не надо, и можно жить на арендную плату от этой квартиры. К чему я это все рассказываю? Работать нужно в любой стране. Особенно, когда ты приезжаешь сюда, первый год-два тебе придется пахать. Почему? Потому что ты здесь абсолютно никто. Тебя здесь никто не знает. У тебя нет абсолютно никакой репутации. Ты ее не заработал. У тебя нет опыта. Даже если есть опыт, в какой-либо компании ты не начинал работать, тебе в первый год-два придется работать на свою репутацию. Тебе нужно будет трудиться, пахать и показывать, насколько ты хороший работник. Потом, скорее всего, репутация уже будет работать на тебя. Но вы должны понимать еще одну вещь. Ребята, если вы работаете здесь по часам, у вас оплата почасовая, и у большинства будет оплата почасовая, то вам каждый час будет засчитываться. Если вы будете пахать, ваш труд будет оценен. Это та страна, Америка та страна, где своим трудом вы можете заработать, где вы можете вырасти материально и карьерно, где вы можете достойно заработать на свою жизнь своим собственным трудом, физическим ли, умственным ли, неважно. Труд здесь ценится, здесь ценятся хорошие работники. Не ленитесь, покажите своим начальникам, что вы чего-то достойны. Потому что любому нормальному начальнику нужно, чтобы его отдел, фирма, компания, не знаю, процветали. А для того, чтобы это было возможно, работник должен быть достойным. То, как вы работаете, это все ценится и видится. Попросили вас прийти пораньше. Придите. Ребята, да оплатится вам этот час. Об этом вся и разница. Я не говорю, конечно, даже за всю Россию, но в большинстве случаев, вот я когда делала свое видео про приезд, там много было комментариев о том, что вот нас заставляют работать наши выходные дни или говорят нам прийти пораньше или остаться попозже. Нам за это не дают ничего. Задерживаются они или работают свой выходной день, не оплачиваются. Ну, по крайней мере, вот из того, что я исхожу из комментариев. В Америке это все по-другому. Если вас просят на час раньше прийти, вам заплатят. Если вас просят на час позже остаться, вам заплатят. Если вас просят в ваш выходной день прийти, вам точно так же заплатят. Все, что вы делаете, как вы делаете, все это видится, замечается и ценится. Естественно, начальнику хочется иметь работника, на которого он может положиться в случае чего. То есть я это к тому, что если вы хороший работник, если вы пашите, то ваш начальник не захочет вас терять. Если будет возможность, он вас протолкнет, сделает вам промоушен. Будет делать так, что вы будете карьерно расти, материально. Да, в Америке нужно работать, особенно, когда вы нанимаетесь на новую работу. Вам нужно зарабатывать свою репутацию. Вам нужно показать, насколько вы хороший работник, чтобы вас ценили. Потом репутация, в принципе, будет работать на вас, чтобы вы добились и карьерно, и финансово тех целей, которые вы перед собой ставите. И не нужно пугаться тем, что в первые несколько лет нужно будет работать. Нужно будет работать, наверное, так. Потому что он будет в абсолютно любой компании, в абсолютно любой стране. Если какой-то начальник, который стоит, ему абсолютно не пофит, как функционирует его отдел, как функционирует его компания. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, не очень утомил свои болтологии. До свидания.